Мы боремся с 2014 года. Это сельское поселение, и здесь невозможно строительство свыше трех этажей. Там Муртон планирует девятиэтажные дома. Пострадает экология, водоснабжение. Не предусмотрено очистных сооружений, то есть это будет сброс на рельеф, и дальше это пойдет в Москва-реку и в Рублевский водозабор, что является питьевым источником города Москвы. И вот доходы получается Муртон будет? Это вот отсюда, и 215 гектаров уходит за Ильинска и далее за Александровку. И вот здесь его отсюда не видно. Мы делали запросы в Мосводоканал, откуда у нас есть официальное письмо, что на этой территории запрещено любое строительство, потому что это источник всего водоснабжения города Москвы. Нас немного шокировала еще в прошлом году цифра, которая была больше 60 тысяч жителей на небольшой клочок земли, который планируют впихнуть. Мы радикально против этого проекта, мы активно участвовали в прошлом году в публичных слушаниях, и сегодня, в общем-то, это продолжение нашего противостояния. И мы, и близлежащие районы Москвы питаются этой водой. По проекту Муртона сброс очищенных вроде бы как очищенных вод планируется на рельеф, что означает, что постепенно через грунтовые воды эта вода будет попадать в Москва-реку, тем самым, как минимум, качество воды ухудшится. Пытаемся сохранить село, а села как такового уже нет. И отсюда всякие последствия негативные. Это и инфраструктура, это и канализация, это и отдых людям, это и парки. Этого ничего нет. Одни серые, убогие дома. Когда мы здесь были, нас встретил ЧОП Муртона. И здесь был руководитель проекта, которому я лично задала вопрос, для чего здесь эти люди. Он мне ответил, что они здесь каждый день, потому что стройка – это особо опасный объект, чтобы никто не пострадал. Они охраняют жителей от того, чтобы здесь никто не пострадал. Но, как видите, сейчас никакого ЧОПа нет. И, соответственно, никогда его не было здесь, кроме вот этого четверга. Чуть вдалеке можно увидеть машину и горы песка. Там буквально вчера еще проводились какие-то строительные работы. И в начале декабря здесь была техника, которая забивала сваи. Дописали письмо правительству области с вопросом разобраться, что за незаконное строительство. Пришел ответ, что была инспекция, никаких строек там нет. И действительно, в тот момент вся техника была вывезена. Буквально вчера, 25 декабря, въезд на территорию вот этого участка, который загорожен бетонными блоками, был открыт. И появилась какая-то техника. Сегодня, когда проходил народный сход, эта техника пропала. То есть это, видимо, какая-то история, которая каким-то образом регулируется. В зависимости от настроения или от ситуации. Да, и все равно губернаторы Московской области продолжают лоббировать этот проект. Не слышат местных жителей и не слышат, в принципе, жителей Московской области. Потому что это проблема не только Красногорского района. Администрация президента и все возможные службы, инстанции, спасите, помогите, ну, нарушение закона и все такое. Все спускается в Московскую область. Все отписки, все спускается в Московскую область, в администрацию Московской области. Откуда, ну, до сих пор, ну, понятных ответов нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!